Субтитры создавал DimaTorzok И вот что вы увидите в первой части выпуска. В новом учебном году в первый класс отправится свыше 11 тысяч детей. Об этом было заявлено в ходе заседания по вопросам предстоящего учебного сезона. Представители районных и городских отделов образования отчитались перед заместителем Акимобласти Бахтиаром Акеном о готовности к новому учебному сезону. Насколько подготовлены школы, расскажут наши корреспонденты. Как сообщили участники заседаний, по предварительным данным, в 2015-2016 учебном году ожидается функционирование 392 школ с общим контингентом более 93,5 тысяч учащихся. Сейчас идет строительство и капитальный ремонт ряда школ. В текущем году для капитального ремонта пяти объектов образования было предусмотрено свыше 293 миллионов тенге в счет республиканского бюджета и софинансирование 184,5 миллионов тенге из местного бюджета. Также было выделено порядка более 330 миллионов на капитальный ремонт пяти школ. Кроме того, было сказано, что завершается строительство новых школ в Уральске и в селе Жангала на 1200 и на 100 мест. Также взамен аварийных зданий будут возведены школы в селе Сарыколь, Жауэй, Жангалинского и в селе Юбилейное Терептинского района. Кроме того, было отмечено, что из-за уменьшения контингента учащихся вследствие миграции закрылось пять сельских школ. Планируется закрытие еще трех начальных школ. Три основные школы Жангалинского района будут реорганизованы в среднеобщеобразовательные, также в связи с уменьшением контингента по области планируется реорганизация двух средних школ в Косталовском и Терептинском районах, трех основных школ в Сырымском районе. Один из основных вопросов – обеспечение школьников учебниками. В текущем году на их приобретение за счет средств местного бюджета предусмотрено около 660 миллионов тенге. Заказаны учебники и учебные пособия практически на 768 тысяч экземпляров. Заместитель Акимобласти Бахтий Армакен обратил особое внимание на вопрос своевременного обеспечения школьников учебниками. Обеспечение книгами – это очень важный аспект, поэтому я попрошусь реакционально взять на который. У нас недавно тоже было завещание науке правительства, поэтому данный вопрос ставится номер один. Обеспечение формы, обеспечение книгами – все эти процедуры должны быть у нас решены. Также было отмечено, что около 18 тысяч учеников из малообеспеченных семей и свыше 37 тысяч учащихся начальных школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В этом году в городе на реализацию проектов по программе «Нурлужол» выделено более 2 миллиардов тенге и работы уже начаты. На выделенные средства будут капитально отремонтированы инженерные сети. Сегодня наши корреспонденты побывали на одном из объектов. Улица Сарайшик – самый центр города. Именно эту улицу запланировано заасфальтировать в этом году. Но первоначально необходимо заменить теплотрассу, которая находится на глубине в несколько метров. Здесь укладывают стальные трубы. Их теплоизоляция будет завершена после опрессовочных испытаний. Работы контролируют сотрудники городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. В городе Уральска профинансированы 5 проектов, 4 теплотрассы и 1 напорный коллектор. Заключены договора с конечными заемщиками. Это предприятия нашей модемолиста «Жаятеплоэнерго» и «Батсуарнаса». Четыре теплотрассы – это по улицам Сарайшик, по улице Руженникова теплотрасса, теплотрассы ТМ-8 в микрорайоне Строитель и ТМ-4 в районе 31-й школы. По всем теплотрассам заключены договора с подрядчиками и ведут начатые работы. Срок окончания работы у нас до начала отопительного сезона. Сейчас изношенность тепловых сетей составляет 53%. После завершения в этом году сразу четырех проектов цифру удастся снизить до 50%. Но главный вопрос, который тревожит горожан – заявка на повышение тарифа, которую подали коммунальщики в антимонопольное ведомство. «Затраты, которые мы затрачиваем на производство теплоэнергии, электрической энергии, не покрывают все затраты, которые находятся в тарифе. Считаю необходимым, чтобы тариф был соответственным нашим затратам. В связи с правилами подачи заявок на краткосрочный период мы подготовили инвестиционную программу на 5 лет, подготовили заявку. 3 июля мы направили заявку в департамент КРЭМ. В связи с чем в течение 180 дней департамент будет рассматривать нашу заявку. И 1 января 2016 года КРЭМ предоставит нам приказ об изменении тарифа. До 1 января с этим тарифом будет? До 1 января будет тариф оставаться прежним. Работы по укладке труб на улице Райшик завершат в августе. Затем подрядчики приступят к асфальтированию участка улицы. В этом году по программе Нурлыжол в городе запланировано освоить более 2 миллиардов тенге. Вот эту теплотрассу не меняли с 1990 года. Но подрядчики обещают, что после завершения работ дорогу можно будет не скрывать как минимум 25 лет. В Уральске начато строительство резервной ветки напорного канализационного коллектора. Он свяжет город с очистными сооружениями, куда поступают стоки со всех районов областного центра. Старый коллектор сейчас дышит на ладан. И возможно в скором времени прекратит свое существование. Уральским старожилам прекрасно известно состояние напорного канализационного коллектора. Несколько лет назад стоки из него грозили подтопить поселок Зачиганск. Именно тогда и было принято решение о строительстве новой ветки. Ее протяженность чуть меньше 10 километров. Коллектор протяженностью 9-6, практически 10 километров. Это вторая нитка напорного коллектора. Первая нитка, которая сейчас эксплуатируется, она уже эксплуатируется с 1990 года. Подлежит реконструкции и возникла необходимость строительства второй нитки. То есть это будет резервная. Вы не захотите объекты? Нет, все объекты этого года профинансированы полностью и завершение в 2015 году. На строительство коллектора выделено 1 миллиард 657 миллионов тенге. Подрядчик строительной компании «Альтаир», которая уже имеет опыт подобных работ. Водоканальщики отмечают, что износ водопроводных сетей и оборудования в городе сейчас составляет порядка 70%. С этого коллектора отводятся все стоки со всей части старого города, практически со всего города. Это население где-то примерно 200 тысяч человек пользуются данным коллектором. Строительство мы официально оформили и начали 28 июля. А предварительные работы по закупу материалов, по согласованию, они уже раньше начались. То есть согласовывается работа, трасса прохождения, все это разбивалось. И закончат когда? Ну, цикл строительства 6 месяцев. А закончат, ну, ориентируйся вообще, укладку трубы должны до морозов сделать. Всего в программе «Нурлыжо» в городе отремонтируют 6 километров тепловых сетей и построят 10 километров коллектора. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. Семь вагонам с дистопливом и четыре с сухогрузом сгорели в Октябрьской области. Работы по ликвидации последствий схода грузового железнодорожного состава продолжаются. Первые пожарные расчеты в условиях бездорожья прибыли к месту чрезвычайной ситуации через 17 минут после поступления сигнала. Спасатели отмечают, для тушения пожара они использовали 350 тонн воды и более 15 тонн пенообразователя. Из сошедших 20 вагонов 18 лежали на Баку. Загорелись 11, из них 7 цистерн с дизельным топливом, 4 вагона, груженных мешками горохом и минеральной ватой. Причина возникновения пожара, которая по квалификации относится к категории техногенных, устанавливается. Впервые в Уральске для всех жителей и гостей города 1 августа открывается Большой Восточный базар, который будет действовать на постоянной основе. Покупатели смогут приобрести мясо, рыбу, фрукты, овощи и другие полезные товары по доступным ценам. Комфортные условия, созданные для посетителей, помогут сделать покупку более приятней. Восточный базар расположился в одном из самых посещаемых мест – торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр». Новый Восточный базар соответствует всем современным стандартам качества и в то же время сохраняет древние традиции. Покупателям представлен широкий ассортимент товара по низким ценам. Покупатели могут воспользоваться вот такой тележкой. Это облегчит погулку по Восточному базару и сделает покупку более приятной. Посетив Восточный базар, покупатели окунутся в атмосферу изобилия товара. Большой ассортимент свежих фруктов, овощей смогут удовлетворить запросы любого потребителя. Откроются отдельные мясные и рыбные павильоны. Посетителей удивит живая рыба в аквариумах. Кроме того, здесь вы найдете большое количество сладостей и различных сортов чая. На весь ассортимент товара 1, 2 и 3 августа будут действовать 30-процентные скидки. Дорогие жители, гости города Уральска, мы приглашаем вас посетить наш Восточный рынок. Мы предлагаем вам большой ассортимент чая – цилонского, чая индийского, китайского, с разными вкусностями, добавками. Также мы предлагаем вам настоящий бразильский кофе, зерновой, тоже несколько видов. И все сладости к чаю. У нас есть большой ассортимент продуктов, товаров из Узбекистана, ткани, тюли. Также у нас большой ассортимент оптовой продажи, химия, бытовая, косметика, бижутерия. Все здесь сделано для комфорта покупателей. Свершая покупки, здесь всегда можно отдохнуть. Нотки современности, включенные в обслуживание посетителей, доставят им дополнительное удовольствие от свершаемых покупок. Как видите, у нас большой ассортимент. Пожалуйста, приходите, дорогие гости. Ждем вас. У нас будут скидки. Пока ведутся последние подготовительные работы. Но уже завтра, 1 августа, в 12 часов состоится торжественное открытие. Восточный базар ждет своих покупателей в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр». Мы продолжаем наш выпуск. И вот что вы увидите далее. В Центре обслуживания предпринимателей прошел Денчин Герлаусского района. Какие вопросы были обсуждены на встрече, расскажут корреспонденты ТДК-42. Акция по выявлению повышенного содержания нитритов и нитратов в овощах, фруктах и бахчевых продолжается. Каковы результаты на этот раз, смотрите далее в сюжете. Международный день шахмат отметили в Уральске. Акция по выявлению повышенного содержания нитритов и нитратов в овощах, фруктах и бахчевых продолжается. В этот раз сотрудники Управления по защите прав потребителей провели ее на рынке возле железнодорожного вокзала. С начала летнего сезона еще не было зарегистрировано случаев отравления. И все же нужно быть предельно осторожными, советуют специалисты. Не каждый может отказаться от сочной дыни или арбуза, но такой десерт не всегда бывает вкусным и полезным. Это уже не первый рейд санэпидемиологов. Его проводили во многих торговых точках и были случаи, когда в бахчевых отмечалось опасное превышение нитратов и нитритов. В этот раз специалисты опасных для организма веществ не нашли. Продолжается акция по выявлению нитратов экспресс-методом. То есть любой покупатель, даже продавец может исследовать овощи и фрукты на нитраты. На сегодняшний день было исследовано 40 проб. Из них у нас все показатели в норме. То есть нет пока превышения. Уже получается сезон открылся для арбузов, для дыни. Получается у нас все местные арбузы сейчас. Специалисты также проверили торговые места с целью выявления продуктов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза. На местных прилавках зачастую можно увидеть товары без маркировки на государственном языке. Только вот продавцы своей вины в этом не видят. Спрос должен быть с поставщиков, считают они. Мы-то не можем никак проверять. Мы идем, берем это, у них должно проверяться. Мы берем со склада товары, все. Нам никто не привозит отдельно ничего. Да, нам приносят товар. А у вас документы, сертификаты у них есть? У них, ну, должны проверяться службы у них, все. Потому что их, наверное, не разрешат там торговать. Ну, вы как распространяете, например, эти товары, и по вашему ответственности не несете, да? Мы не несем ответственности. Кто несет этот товар? Вот кто нам приносит этот товар. Мы же не сами его поставляем. При выявлении нарушений продавец может отделаться просто штрафом, а вот потребитель может изрядно подпортить свое здоровье. Поэтому при покупке товара нужно быть особо внимательными, говорят специалисты. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня в Центре обслуживания предпринимателей прошел день Чингерлаусского района. Предприниматели сельской глубинки встретились с представителями областного акимата, финансовых организаций и банков, чтобы получить необходимые консультации для получения государственной поддержки на реализацию новых бизнес-проектов. В Чингерлаусском районе зарегистрировано 526 субъектов малого и среднего бизнеса. В основном экономика держится на сельском хозяйстве. Но руководство района на этом решил не останавливаться. Успехи фермеров по выращиванию скота и сельхозкультур – это не предел возможностей для сельских жителей. В прошлом году открыли супермаркет населению. На базе супермаркета мы дальше еще хотим через СПК организовать овощехранилище, потому что наши овощеводы, которые свои продукты хотят хранить и зимний период продавать. Дальше кормовый завод. Сейчас есть предприниматели, которые хотят построить кормовый завод, открыть. В этом направлении тоже ваша поддержка нужна. Хорошая информация нужна нам. И все же проблемы сельских жителей очевидны. Недоступность кредитных ресурсов и залоговое имущество тормозят развитие предпринимательства. Поэтому число проектов можно пересчитать на пальцах. В прошлом году было два проекта. Это инфраструктура, проведение газификации. Но наш предприниматель сам за свои средства сделал. А второй хотел купить КАМАЗ. В связи с инфляцией, в связи с падением рубля, он отказался. А в этом году, да, есть у нас в данный момент четыре проекта уже работают с банками. И есть еще свыше десяти проектов. Хотят, чтобы мы сегодня привезли всех предпринимателей на сегодняшнее собрание. Но такие встречи и призваны способствовать изменению ситуации в лучшую сторону. Об этом говорят и чиновники из Акимата области. Любая информация, особенно та, которая может быть полезна для бизнеса, она должна изучаться детально вами. Для того, чтобы ее правильно использовать. Для того, чтобы не возникало ложного понимания, что господдержка носит выборочный характер. Что она не для всех предпринимателей возможна. Это не так. Любой проект, который заслуживает жизнь, который имеет перспективу развития, он может рассчитывать на государственную поддержку. Это я вам заявляю точно и уверенно. В будущем Центр обслуживания предпринимателей примет делегации из других районов нашей области. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в областной филармонии чествовали работников транспортной сферы. Это водители машин и автобусов, железнодорожники и даже автопилоты. Заместитель Акимобласти в Ахтермаке назвал транспортные магистрали кровеносными артериями нашей страны и вручил лучшим представителям этой сферы почетные грамоты. В День работников транспорта и связи в Казахстане отмечают железнодорожники, работники авиалиний, водного и автомобильного транспорта, работники почты и иных служб связи. Поздравления с праздником в этот день звучат обычно от представителей властей, руководителей управления транспорта и связи. За первое полугодие было перевезено пассажиров 213 миллионов. Это между внутренними рейсами различных форм авиа, железнодорожных и транспортных, автомобильных перевозок. И вот мы сейчас развиваем, знаете, что реконструкция аэропорта идет. Это тоже основополагается для того, чтобы мы развивали маршруты не только внутри нашей страны, но и зарубежными странами. Сегодня идут переговоры с ведущими авиакомпаниями, для того, чтобы мы тоже эту транспортную систему уже развивали в полной мере, чтобы аэропорт принимал и большегрузные самолеты, и самолеты легких внутренних рейсов. В ближайшие годы транспортные артерии Казахстана будут реконструированы. Эта сфера требует многомиллиардных вливаний, но позитивные изменения, несомненно, скажутся на росте экономики страны. Выделяются огромные средства для ремонта автомобильных дорог, для транспорта. С каждым годом обновляются пассажирские транспорты, ремонтируются дороги. В завершении праздничного собрания для работников транспортной сферы организовали концерт артистов областной филармонии. Роман Копняев, Абула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. С 1 августа лесобаза, находящаяся под мостом по адресу улицы Сыромодатова, начинает продажу своей продукции по сниженным ценам. У всех жителей города появится возможность приобрести качественный товар со значительными скидками. В наличии на лесобазе всегда имеется весь строительный материал. Пиломатериалы им доска обрезная и не обрезная всех размеров первого и второго сорта. С 1 августа лес будет отпускаться по самым низким ценам. Породы деревьев в основном сосна. Также имеется и ель. Также имеются у нас гвозди, USB-панели, фанера. Изготавливаем туалеты, душевые кабины, щитовые дома. Делаем доставку. Доставка зависит от объема. Приходите, мы вас ждем. Наши двери всегда открыты. Также вы можете приобрести беседки любых размеров собачьей будки и даже заказать щитовой дом. Погрузка и распил для транспортировки бесплатно. Доставка по договоренности. Имеются поставки от российских производителей. Оптовикам скидки. Адрес лесобазы – город Уральск, улица Срымодатова, под мостом. График работы с 8 утра до 8 вечера. Без выходных и перерыва на обед. В Уральске состоялся турнир по шахматам между ветеранами спорта и воспитанниками дворовых клубов. Мероприятие приурочили к Международному дню шахмат, который отмечается ежегодно с 1966 года. Среди участников клубов соревновались школьники младших и средних классов. Многие из них увлекаются этим интеллектуальным видом спорта уже на протяжении нескольких лет и имеют немало наград. Игра в шахматы, хотя и относится к спортивному, остается одной из самых сложных логических игр. Этой игрой увлекаются все – от детей дошкольного возраста до ветеранов. По уже сложившейся традиции соревнования по шахматам проводят среди участников дворовых секций. В очередной раз шахматные столики расположились на побережье Урала. От каждой шахматной секции принимают участие по 5 человек. Они пробуют свои силы в игре с ветеранами. Организаторы мероприятия отмечают – интерес к игре значительно возрастает. Сами дети очень активно и с интересом они участвуют в наших секциях и ходят на наши соревнования. И когда мы подходим к клубу «Ардагер», они тоже с удовольствием очень готовы преподать урок новым начинающим игрокам, которые только-только начинают свой путь и учатся только. Сегодня шахматные секции существуют в 16 дворовых организациях города. В каждой секции по 15-20 человек. Осет Джумагов увлекается шахматами уже три года. Игра ему очень нравится. Посостязаться с ветеранами он приходит уже не впервые. Я сегодня рад прийти сюда и сыграть с силовиками, с ветеранами войны. Хочу пожелать детям – играйте в шахматы, развивайтесь. Вот такие вот интеллектуальные игры играйте. По итогам соревнований победители ждут призы и грамоты от организаторов – дворового клуба «Аттамикен». Стоит отметить, что среди игроков уже есть свои чемпионы городских и областных турниров. Возможно, в будущем они примут участие в международных соревнованиях. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте – www.tdk42.kz. Спасибо за внимание. Хорошего вам настроения на выходных. Продолжение следует... Продолжение следует...